Так что, что касается заботной цивилизации, хотелось бы, как можно дальше быть от неё. Но, к сожалению, много мифов тоже существует по поводу того, что там это жизнь, а здесь это не жизнь. Да ну что вы! Куда бы я ни попала, я минуты считаю до возвращения домой. Да, здесь, конечно, пахнет плохо в подъездах, потому что писают. А в Москве и в метро. Да, здесь дурные всякие слова пишут на стенах. Да, здесь люди бывают грубят, а там нет. Но всё можно забыть, когда немножко поживёшь, как жила я. Я три недели жила в Германии, и я дала себе клятву, что никогда, я даже мысленно не пожалуюсь на то, что происходит в моей стране. Даже если продавщица ругнётся матом. Такое тоже бывает в Москве. В Москве очень нервная продавщица. А теперь ещё и много азербайджанцев, они не понимают, что такое мат. И они ругаются запросто. Просто они не понимают силу этих слов. Чужой для них. И теперь вот я каждый раз, когда я вижу помойки, дурно пахнущие подъезды, всё это есть. В Москве вообще очень противная жизнь сейчас. Я вспоминаю свой первый выезд по границе, как я была в Германии, как всё было чудесно. Три раза в день меня водили в ресторан. Показывали всё только красивое. Но когда я видела работу с детьми, или когда я одна выходила на улицу и видела размалёванных гомосексуалистов, которые гуляют в обнимку по вечерним улицам, того же Гамбурга, или наоборот на юге в Мюнхене, когда я вспоминала, какие глупости, говорят мои коллеги при обсуждении трудных детей, я каждый раз думаю, нет, пускай здесь всё, что угодно. Слава Богу, что мы живём в Северном России. Это большое счастье. Ну вот последнее, что я хотела сказать. Сейчас страшная опасность грядёт. Опасностей много, но одна действительно ужасающая для нас, для взрослых, которые растят детей, которые по роду своей работы занимаются детьми. Это так называемая ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция – это смертельный номер. Что такое ювенальная юстиция? Я сама недавно не знала, что это такое. Это суды и всякие другие правовые органы для несовершеннолетних, чтобы дети могли жаловаться на родителей и педагогов вот в эти ювенальные суды. Вот так, когда послушаешь, не зная, в каком контексте это всё происходит, и что это на самом деле, вроде ничего особенного, ну пускай жалуются. Действительно, бывают же такие случаи, когда родители – это изверги. И, как правило, это, правда, бывает в маргинальной среде. А нам внушают, что везде сплошное насилие. Это тоже чепуха, это тоже миф. Специально, чтобы подогреть общество, чтобы оно потом, ну, ура, приняло эту ювенальную юстицию. Но действительно, насилие бывает в некоторых интернатах, в некоторых детдомах. Всё бывает. Вообще-то для этого есть уголовный кодекс, в нём всё прописано, надо его исполнять. Или, если там не всё прописано, можно его уточнить, дополнить, поменять что-то. Зачем ювенальная юстиция? А я вам скажу, зачем. Как раз для того, чтобы нормальные культурные взрослые не имели возможности воспитывать своих детей. Чтобы дети, которые с горшкового возраста будут учить правам ребёнка, у нас же принята конвенция о правах ребёнка, но она вообще-то была написана для взрослых, для юристов, для педагогов, может быть, для тех же родителей, а вовсе не для детей. Так вот, дети будут изучать права ребёнка, и, например, если мама не пускает ребёнка на дискотеку, это мама посудна будет, потому что она мешает здоровому выбору ребёнка развлекаться на досуге так, как он хочет. Если мама не разрешит своему ребёнку посещать уроки сексуального просвещения, на которых его только расклевают и разрушают его психику, как я вам уже сказала, разрушая чувство интимного стыда, эта мама просто будет преступницей, потому что она отнимает право на информацию и право на образование. Два права сразу она нарушает. И такого очень много. Просто сейчас нет времени приводить вам примеры. Примеров я знаю очень много от эмигрантов, знакомых, живущих за границей. Вот одна жена нового русского, они в своё время сбежали в Канаду, как она выразила, чтобы мужа не замочили. Они вообще любят такие уголовные выражения. Вот эта женщина, оставив своего мужа, чтобы его, опять же, не замочили в Канаде, привезла восьмилетнего ребёнка сюда учиться. Потому что он там пошёл в Канаде, в Ванкувере, где они живут, в школу с шести лет. Это, кстати, очень вредно учиться. Как бы ни был развит ребёнок, ни в коем случае не надо советовать родителям отдавать с шести лет. Это невротизация массовая у шести лет, которых отдали в школу. Вот я с ними имею дело потом. Так вот, мальчик у них, ну, как говорят в народе, не поротый. То есть страшно избалованный. Как она сказала, я пришла к ним в московскую квартиру, по которой не то, что на велосипеде можно кататься, а летать на самолёте можно. Я никогда в жизни не была в такой квартире. Она говорит, ребёнок так страдает, ему так тесно тут. Вот, понимаете, он привык там в Канаде к трёхэтажному дому с девятью туалетами. Почему-то она назвала не количество комнат, а количество туалетов, девять туалетов. Вот. Но у них там не только много туалетов, у них там очень много тренажёров, потому что папа, старый вор, по-пустому говоря, женился на женщине моложе себя на 30 лет. И папе необходимы тренажёры, чтобы поддерживать себя в форме. Она, по расчёту, вышла замуж, эта женщина. Это был очень крупный работник МИДа, который, как только началась перестройка, воспользовался этим. И каким-то образом хапнул огромные деньги, потому что она сказала, что они там в Канаде стараются держаться подальше от других русских эмигрантов, потому что неприятно, когда люди завидуют. Так что можете себе представить, что там не только девять туалетов, а, наверное, восемь визитковых. Ну вот, мальчик пошёл в школу в шесть лет, а мальчик такой непослушный, непоседливый, очень демонстративный, шизоидного поведения, вот я его видела. Он всё время лезет на эти тренажёры, или лезет на них, или подсовывает руки под какие-то крутящиеся штучки. В общем, у него руки регулярно в синяках. И вот он пошёл в нулевой класс, и тут-то у них начались дела с ювенальной юстицией. Его спросили тут же в школе, откуда у тебя синяки? Может быть, тебя бьют родители, может быть, ремнём. И представляете, они не то что пальцем до него никогда не дотрагивались, они никогда ему замечания не делают, потому что, как все новые русские, ну, как большинство новых русских, они верят в какие-то идиотские новомодные теории, и вот эти верили в японскую систему, которая до 12 лет запрещает детям делать замечания. Ну, представьте себе, вот я его увидела восьмилетнего, хоть сейчас в бойное отделение психиатрической больницы, вот, забирает такое у него поведение. Ну вот. И он возьмёт и скажет, да, меня бьют родители ремнём. И на следующий день, без предупреждения, к ним пришёл прямо отряд, или наряд, не знаю, как правильно сказать, в общем, группа из ювенальной полиции. И сказали, нам нужно сделать допрос. Они были в полном отпаде, они не понимали, в чём дело. И она мне объясняет, что доказать, что они не верблюда, было невозможно. Они нашли там адвокат, им пришлось обратиться к бывшему русскому, потому что они боялись, что истинно канадский адвокат донесёт, что они по этому поводу обратились, и будет, наоборот, помогать им виновной юстиции. Там же все друг на друга доносят. Сейчас я вам об этом тоже расскажу. Ну вот, они истратили безумные деньги на этого адвоката, чтобы он их как-то отмазал. Буквально через неделю к ним пришли снова уже другие представители ювенальной полиции. Мальчик опять что-то такое сказал, опять у него были синяки. Он всё время в синяках из-за этих тренажёров. Ну, короче говоря, она сказала, что даже при их миллионах долларов, она честно мне сказала, что они миллионеры, она поняла, что они могут разориться с этой ювенальной юстицией, и мальчик сейчас привезла учиться в Москву. Она при этом так с авдохом сказала, ой, конечно, ужасно, что пришлось вернуться в эту ужасную, жуткую страну. Здесь хотя бы не будет ювенальной полиции. А Канада такая гуманная! Вы знаете, мы с мужем там любим ходить в горы, и иногда набридаем на малиннике. И там можно иногда встретить Мишку, она так кокетливо сказала. И вы знаете, это настолько гуманная страна, что если вас задерёт медведь, медведь будет прав. Она, видно, не знала происхождение слова «гуманное». Вот она не знала, что «гуманное» переводит, значит, «человечное». Она думала, что гуманная страна защищает права медведей. Говорит, эту же территорию медведей, они так заботятся о животных. А вы знаете, вот там, где живёт кит в океане, на этот участок берега, если кто-то забредёт, в него будут стрелять без предупреждения. Вот какие они гуманисты! Они так любят животных! Они так защищают права животных! Вот они защищают и права таких демонстративных детей. Вы понимаете, и у нас будет то же самое. Действительно затравленный, забитый, запуганный ребёнок, над которым совершают настоящее насилие, он не пойдёт к Евгеновичу юстиции. А вот такие вот демонстративные, избалованные дети, они просто будут шантажировать родителей. И даже те дети, которые никогда не донесут на своих родителей, они всё равно будут жить с этим страшным знанием, что они могут посадить папу и маму. И как вы догадываетесь, папа и мама, а также педагоги, не смогут уже быть для них авторитетными. Я была на какой-то конференции лет пять назад. Как раз это было десятилетие со дня подписания Конвенции о правах ребёнка. И там выступали всякие наши правозащитники. Ну, они, как вы тоже знаете, наверное, живут в основном на иностранные гранты. Ну и поэтому они говорят всё то, что им велит Америка или Голландия, в зависимости от того, от кого они получают. Когда дети тут спадали в голодные обмороки, когда сейчас масса всяких педофилов развелось, ненаказуемых, когда детей приучают к наркотикам, и никто за это не наказал. Это всё нормально с правами ребёнка. Они не нарушаются. А вот когда у нас до сих пор ещё не вводится ювенальная юстиция, это страшно нарушает права ребёнка. И вот я помню там на этой конференции, посвящённой десятилетию конвенции, выступала какая-то правозащитница, старая тётка уже. Она, наверное, бабушка. Она сказала, конечно, это коснётся не только родителей, но и педагогов. Это же такое страшное нарушение прав ребёнка, когда педагог после звонка иногда на минуту-две задерживает, чтобы дообъяснить урок. Это нарушение, и ребёнок должен знать, куда ему жаловаться. А если задают на дом на выходной день, это просто преступление, она сказала. Представляете? Так что теперь, вот если мы позволим, чтобы ввели ювенальную юстицию, которую вводят очень неприятные персонажи, что тоже показательно, Екатерина Лахова, страшный человек, который всё сделал для того, чтобы у нас воцарилось вот это планирование семьи с пропагандой абортов, контрацепцией и стерилизацией, соцпросвета в детской среде. Олег Зыков, нарколог и правозащитник, который сделал всё для того, чтобы у нас были легализованы лёгкие наркотики. Он радует за это до сих пор, чтобы у нас разрешили продажу лёгких наркотиков, потому что они якобы избавляют от тяжёлых. Но это всё ложь страшная. Человек, который употребляет лёгкие, завтра будет обязательно употреблять тяжёлые. Это тоже азы, которые знает любой нарколог, и не только нарколог. Вот он толкает эти законопроекты, целый пакет законопроектов, и Элла Панфилова, про которую я ничего не могу сказать, про неё я ничего не знаю, кроме того, что она непотопляема при всех властях. Я просто вижу, что с ней ничего не происходит. Значит, тоже не всё, наверное, в порядке. С её честностью.